здравствуйте дорогие друзья только выложила ролик купила две новые котлейки в нашем строительном магазине несколько дней назад я думаю ну мимо проезжаю думаю зайду посмотрю продались они там не продались думаю если на товар спроса нет то магазин не будет закупать новые орхидеи а вдруг у местного населения возникнет желание развивать хобби выращивания орхидеи они придут в магазин а там нет ничего не завезли думаю а помогу экономики куплю еще парочку чтобы завозили больше да а то нет спроса нет предложения он малявочка явно гибрид шоколадных капель осмотрю ближе боже мой это щитовка вот этот белый налет не себе в ущерб помогать экономики не стоит а вот тут несколько дней назад не было этих фалинопсисов боже ты мой какие свеженькие а это вот явно явно похож на фалинопсис и star island остров пасхи у меня был а это похож на серф сонг название у фалов строительных магазинах у нас никогда вот не подписывают но такой он практически мне родной неделю назад здесь было его не было но опять знак надо брать не строительный магазин а яйца судьбы какие-то думаю пойду пройдусь посмотрю какие там садовые растения у них там целый стеллаж с розами вот это дабл ног аут розовые за 25 долларов 98 центов как-то вот к дабл ног аут у меня душа не лежит они невысокие цветы у них мелкие хоть и славятся они тем что устойчивые они к болезням но для меня скучный ответ что новенькая роз дуэт розовый айсберг привитый на белый айсберг то есть на одном кусту будут цветы двух разных цветов вот красный и белый и все это на одном кустике интересно интересно но также можно рядом посадить два куста белый и красный и будет тот же самый эффект потом опять цветочки слишком мелковатые а вот здесь что-то новенькое тоже как ног аут но цвет красный какой-то другой красный мелкие цветы и этот называется color skype кардинал это новенькой завезли смотрим так вырастает не очень высоким до метра двадцать яркие цветы издали так напоминает как будто цветы герани нет такое нам не надо а вот это интересное хоть и мелкие а теперь мне нравится они очень много лепестков на этих мелких розочках и красивые красивые хорошо наверное такие бордюрым посадить называется sweet gift так смотрим высоту они до метра даже не вырастают зимуют до минус 30 и цветут с весны до глубокой осени сейчас покупать не буду их здесь очень много и население не думаю скупит их через пару недель я по цене 26 долларов куплю не одну а две розы терпение мой друг терпение ой а это что смотрите какие листья крупные всего раз два три горшка кажется это чайно гибридная роза такие тоже часто не найдешь смотрите какие листья матовые а вот у этой дрифт роз таких глянцевые мелкие чем крупнее листья тем крупнее цветы мне так кажется сейчас посмотрим sweet мадмуазель сладкая или милая мадмуазель точно чайная гибридная ой какая красота это я хорошо зашла на том сайте где покупала свои такие дорогие розы она стоила 42 доллара здесь 26 так вот эту я не возьму там листики какие-то корюжистые на этой тоже вон пятна какие-то возьму наверное вот эту здесь новых молодых ростов не видно но почки вон они проклевываются более-менее чистая так и ее в машину и похожие на остров паски фау тоже машину приезжала за средством отвредителей в магазин и совсем про него забыла вернулась домой с покупками думаю посажу-ка я сразу уже выкопала яму сама между кустиками с лавандой милая мадмуазель она вырастает невысокой не больше чем полтора метра аккуратно разгребла молчь землю из ямки сложила в ведро чтоб меньше беспорядка было я пользуюсь miracle grow такие долго играющие удобрения просто вот горсть туда бросаешь и розы они их называют прожорливыми то есть подкармливать их нужно часто потому что скорость роста их очень большая цветение тоже много сил энергии занимает цветут же они практически без остановки весь сезон поэтому подкармливать их нужно регулярно хорошо бы туда еще гость зал и бросить и конечно эти удобрения нужно перемешать чтобы землей чтобы они не обожгли корни осмотрю вот эти вот зеленые горошины это тоже долго играющие удобрения поэтому роза так хорошо ярослав это в горшке сейчас примере немножко ниже уровня но это нормально розы они не боятся заглубления у них просто нарастут дополнительные корни но все равно чуть-чуть земли я подсыплю вот как здесь и было георгин слева я знаю что это на розы не очень любит расти рядом с георгинами это георгин у меня временный я его на зиму выкопаю в нашей зоне георгины не зимуют после первых заморозков я все георгины выкопаю а роза ну как тут и росла почему я ее купила потому что это чайно-гибридная роза которую легко резать на букеты у нее очень такой длинный стебель она будет невысокой полтора метра и обещают но очень сильный аромат я все продолжаю играть с камушками в моем саду сейчас досажу розу и буду продолжать обкладывать камнями которые здесь вот очень много я выложила из них дорожку а теперь делаю из них как бы ограничение между садом и газоном рыхлю землю и прям вкладываю туда камни эти камни они просто вот пришли с домом предыдущий хозяин засыпал этими камнями все вокруг дома лишь бы сырники не росли а теперь я их выбираю оттуда где они мне не надо и выкладываю туда где они мне надо да совсем забыла про флинопсис то рассказать в предыдущем ролике был комментарий 1 девочка говорит почему я вновь купленные растения не ставлю на карантин оставлю сразу в свою коллекцию знаете мне кажется вот такие растения надо действительно ставить на карантин и беречь беречь их от моей коллекции серьезно таких корней в моей коллекции нет от насекомых я обрабатываю сразу перед тем даже как занести домой или посадить в своем саду я пользуюсь спектроцидом не всегда я снимаю не всегда у меня телефон под рукой и все в ролике я упомнить сказать не могу и да если ваша коллекция в идеальном состоянии у вас нет ни мучнистого червеца ни щитовки не тлин никакой другой дряни будет очень хорошая идея выдержать растения в другой комнате на другом окне и обработать пару раз и понаблюдать чтобы ничего там больше не вылазило потом добавить к своей чистой идеальной коллекции моя коллекция не идеальная и если обрабатывать вот этот фаленопсис то надо будет и опрыскивать инсектицидом его цветы что я делать точно не хочу завидую тем людям которые вот перфекционисты я погуглила все-таки этот фал и есть и star island оригинальный гибрид большой белый орхидеи сога юки данна на фаленопсис в ворлд класс от которого вот эта широкая губа от юки дана крупноцветковость когда он у меня был раньше мне всегда нравилось это название остров пасхи такой существует он уникальный на нем находятся огромные человеческие фигуры высеченные из камня и никто не знает как и какая цивилизация и сделал ну типа атлантиды вот кто сделать пирамиды в египте до остров пасхи который был у меня раньше он был немного другой вот кадры из моего старого ролика этот остров пасхи там было знаете как в кавычках пишет вариации 85 71 знаете ну когда определенный сога юки дан он же тоже гибрид на определенный ворлд класс гибрид то есть когда гибриды они будут все равно отличаться был мой старый немножко нежнее но все равно листья тоже такие крупные крупные все-таки удивительные вещи происходят последнее время вот эти орхидеи которые я купила последнее время в наших строительных магазинах в принципе не продаются они у меня были раньше и раньше я их покупала только в специализированных теплицах а теперь как не зайду в магазин знак потом опять знак в этом видео я объединила и розы и наши любимые орхидеи интерес к выращиванию и монтированию роликов снова вернулся розы конечно меня захватили но потом я подумала а что же я буду делать зимой когда здесь ляжет снег тогда я буду делать больше родиков про орхидеи хобби совершенно разные выращивание роз это сплошной релакс а выращивание орхидей это вот ты принимаешь вызов розы цветут постоянно орхидею сколько лет мы дожидаемся короче орхи это хобби для сильных духом спасибо дорогие друзья что были со мной желаю здоровья вам и желаю здоровья вашим цветочкам какими бы они не были и здоровья вам пока пока